Само по себе рыжиковые масла – это продукты растительного происхождения, которые получают в результате переработки семян рыжика посевного, относящегося к маслянистым культурам. Рыжик, как сырье для получения описываемого вещества представляет собой однолетнее растение с небольшими желто-золотыми листиками, благодаря чему трава и получила свое название. Данное растение относится к семейству капустных, являясь при этом дикорастущим, неприхотливым к условиям почвам-злаком. Конкретное растение сегодня встречается нечасто, при этом найти его можно практически во всех европейских странах, но больше всего рыжика сегодня культивируется в Сибири. Что касается компонентного состава масла рыжика, то это один из богатейших отжимов, который можно найти на сегодняшний день. Дело в том, что в его составе содержится просто фантастическое количество жирных кислот, так, например, на омега-3 приходится около 35% от всего состава продукта. При этом в нем присутствует и другая жирная кислота, омега-6, которой вдвое меньше. Эти вещества обладают огромной пользой для организма, благоприятно действуя на все системы и процессы. В описываемом продукте присутствует целый комплекс витаминов, среди которых нужно выделить группы А, Д, Е, К. Эти компоненты способствуют укреплению всех систем в организме, оказывая положительное влияние на кожу, мышцы и кости. Важно отметить и присутствие других не менее значимых веществ и их полезные свойства. Так, например, хлорофилл укрепляет иммунитет, ускоряет процессы регенерации тканей и увеличивает количество гемоглобина в крови. Значительное количество фосфолипидов благоприятно воздействует на работу печени, а фитостеролы, которых также много в конкретном масле, являются одним из эффективнейших веществ для профилактики большинства известных недугов. Присутствует в арсенале рыжика и целый ряд минералов, среди которых нужно отметить магний, кальций, фосфор, цинк и проспект. Польза рыжикового масла для организма. Следует заметить, что практически все растительные масла благоприятно воздействуют на работу сердечно-сосудистой системы, и рыжиковое масло не является исключением. Оно увеличивает количество гемоглобина в крови, катализируя процесс обогащения кислородом всего организма. При этом укрепляются стенки сосудов и сердечные мышцы, что благоприятно сказывается на всех органах. Описываемый продукт снижает уровень холестерина в жидкой ткани. Весь полезный потенциал этого превосходного продукта растительного происхождения кроется в его компонентах. Как было описано в предыдущем пункте, в составе масла присутствует очень много насыщенных и ненасыщенных жирных кислот. Такой энергетический и питательный комплекс позволяет реализовать комплексные профилактические меры. Это уместно потому, что рыжиковый экстракт нормализует работу большинства систем в организме. Нужно заметить, что благодаря отдельным компонентам масла улучшаются межнейронные связи, уравновешивается психическая активность. Согласно многочисленным исследованиям было выявлено, что систематическое употребление растительных кислот омега-3 и омега-6 улучшает протекание психических процессов, память, мышление и внимание. К тому же описываемое средство благоприятно влияет на репродуктивную систему, усиливая либидо и увеличивая шансы забеременеть. Не следует забывать о косметической ценности продукта, присутствующая в составе масла витамины группа АЕ являются антиоксидантами, которые усиливают выработку эластина и коллагена. В ходе применения рыжикового масла для ухода за кожей лица и волосами, ткани напитываются необходимыми питательными компонентами. Кожа приобретает ровный тон, разглаживаются морщины, а что касается волос, то они становятся гладкими и шелковистыми, улучшается их рост, снижается ломкость, что лечит масло рыжика. Масло рыжика является отличным компонентом, используемым в лечебно-профилактических целях. Принимая конкретный продукт вовнутрь, можно избавиться от целого ряда хронических недугов. В первую очередь средство рекомендовано к употреблению людям, страдающим от высокого уровня давления. К тому же компоненты, входящие в состав конкретного масла, повышают эластичность сосудов и препятствуют образованию бляшек. По этой причине, описываемый продукт должен стать основой системы питания людей, имеющих сердечно-сосудистые заболевания. Невероятно полезно принимать в пищу отжим рыжик людям, имеющим проблемы с работой пищеварительного тракта. Во-первых, конкретное средство является желчегонным, реализуя нормальную секрецию желчи и желудочного сока, а во-вторых, продукт заживляет микротравмы и язвенные поражения желудка и кишечника. К тому же богатый состав масла оказывает значимое воздействие на обменные процессы, касающиеся как всасывания питательных веществ кишечником, так и выведения из организма вредных отложений, токсинов и холестерина. Важно употреблять масло с целью профилактики и регуляции гормональных изменений в организме, как женщин, так и мужчин. Специалисты утверждают, что именно рыжиковое масло помогает снизить дискомфортные ощущения при предменструальном синдроме. В ходе приема этого растительного питательного средства репродуктивная система начинает функционировать по-новому. Это касается и мужской силы, и женского репродуктивного потенциала. Как принимать в лечебных целях? Для получения пользы, продукт достаточно просто систематически употреблять в пищу. Его использование к кулинарии широко распространено, особенно в качестве основы для приготовления соусов и заправок. Можно использовать и чистое нерафинированное масло рыжика, добавляя его в блюдо, что придаст пище не просто пикантный вкус, но и сделает ее в несколько раз полезнее. Лечение маслом рыжика В профессиональной готовке экстракт рыжика встречается гораздо чаще как компонент входящий в состав заправок к салату. Так, например, чтобы приготовить соус к салату по итальянскому рецепту, нужно совместить 1 к 3 стакана описываемого масла, 3 ложки бальзамика, пару зубчиков чеснока, несколько капель меда, 2 ложки столовой измельченных вяленых томатов и специи, соль, перец. По вкусу вред и противопоказания к применению. Следует заметить, что рассматриваемое масло не имеет противопоказаний и фактически ничем не может нанести вред организму. По этой причине продукт может употребляться детьми любого возраста, а также включаться в рацион беременных и кормящих матерей. Однако нужно знать меру, и принимать в день не более 2 столовых ложек продукта, чтобы не возникла аллергическая реакция. Использование масла в косметологии. В рамках косметологии масло рыжего посевного может быть использовано как для создания ухаживающих средств для лица, так и масок для волос. Ввиду того, что продукт, о котором идет речь в статье, Крайне полезен как для кожи, так и для волос, его достаточно часто вводят в состав магазинных кремов и бальзамов. Так, например, широко известен бальзам для ухода за телом жаби и камень с маслом рыжика. Существуют и другие косметические препараты, которые можно без труда найти в каждом специализированном магазине. Также можно приготовить эффективные косметические продукты в домашних условиях, купив лишь бутылочку этого чудесного масла. Рецепт маски для волос. Масло можно использовать для ухода за волосами, как в чистом виде, так и в качестве действующего компонента маски. Для того чтобы приготовить качественный продукт для поврежденных и ломких локонов, нужно совместить по столовой ложке масла рыжика, оливы и репейника. Полученную смесь требуется наносить на корни волос, втирая ее в кожу головом и сажными движениями. Затем на голову одевается полиэтиленовая шапка, и состав выдерживается на волосах в течение получаса, после чего смывается при помощи шампуня. При желании можно импровизировать и смешивать другие растительные масла, получая более подходящие натуральные маски. Лечение прыщей на лице. Большинство косметологов утверждают, что именно масло рыжика помогает эффективно побриться с прыщами и ухаживать за проблемной кожей. Используют в лечебных целях масло в чистом виде, нанося его точечно на кожу лица. Проводить процедуры нужно ежедневно на протяжении месяца, что приведет не только к исчезновению высыпаний, но и к общему улучшению состояния покровов. Как правильно хранить масло? Так как описываемое масло резко начинает терять свои полезные свойства и окисляться при взаимодействии с кислородом, его необходимо хранить в небольшой бутылочке, желательно из темного стекла, которое будет плотно закрываться пробкой. При этом лучше всего оставлять рыжиковый концентрат в холодильнике, где он сможет храниться немного дольше. Редактор субтитров А.Семкин